Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светлана Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Светлана Кудрявцева. От них зависит экономика страны и благосостояние граждан. В областном центре отметили День профсоюзов. Футболисты Крыльев Советов получили вызов в основную и молодежную сборной России. Баскетболисты Самары не справились с самым титулованным клубом страны. Подробности в рубрике «Новости спорта». Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с министром молодежной политики Сергеем Бурцевым процесс формирования ведомства. В настоящее время Департамент по делам молодежи входит в структуру Министерства образования и науки. Глава региона во время встречи подписал документ, отметив, что работа по созданию министерства уже практически проведена. Сергей Бурцев рассказал, что сейчас идет переходный период, когда полномочия и текущие обязательства Департамента по делам молодежи документально передаются из Министерства образования и науки региона во вновь создаваемое министерство. Дмитрий Азаров поручил до конца года завершить все организационно-правовые вопросы по созданию нового ведомства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил доработанную концепцию строительства Самарского межвузовского студенческого кампуса. К настоящему времени сформирована дорожная карта проекта. В рамках новой концепции сохранится большое городское общественное пространство, которое будет сменяться зданиями и помещениями. За ними последует жилой сектор, школы, офисные центры, сервисные объекты, спортсооружения, объекты культуры и выставочные зоны. Разделять их будет буферная зона – благоустроенная территория с возможностью дальнейшего использования под строительство дополнительных спортивных площадок или капитальных объектов. В Самаре отремонтировали мемориал погибшим в локальных войнах, расположенной на площади памяти. Задачей стало восстановить памятный объект в том виде, в каком он был задуман авторами. Работы оценили глава города Елена Лапушкина, глава Октябрьского района Сергей Радько, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций. Подробнее в нашем сюжете. Татьяна Каюкова возглавляет Самарскую общественную организацию, в которую входят родные погибших в Афганистане. Она и сама потеряла там мужа. Говорит, вся история создания мемориального комплекса воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах, прошла у нее перед глазами. Годы шли, возникла необходимость обновить композицию. Результатом работ Татьяна Аристарховна довольна. Особенно ее растрогала подсветка. Мне очень понравилось. Когда включили аж сердце, вот, ну, гордость. Просто гордость. Спасибо. Идея создания мемориала, посвященного самарцам, павшим в ходе локальных конфликтов СССР и России, возникла еще в начале 90-х. Во всероссийском конкурсе участвовали архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана. Жюре понравились две композиции – со свечами и солдатом. Их объединил общий идеей самарский архитектор Александр Темников. На пяти высоких пилонных свечах из мрамора высечены названия стран, где сражались воины. На памятной стене из развернутых листов мрамора выбиты фамилии героев. Чуть позже был установлен бронзовый памятник солдату горячих точек. Его открытие было приурочено к 15-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. И состоялось 4 октября 2001 года. Курировал ход капитального ремонта мемориала «Сын» автор проекта Антон Темников. У меня, как в память об отце, досталось кураторство этого объекта. Чтобы все-таки восстановить тот замысел, который был задуман авторами этого проекта, но потом такой объект достаточно значимый, отец очень много времени уделял этому объекту. Потому что, говорю, история эта очень такая долгая, на самом деле. Есть масса эскизов, вариантов, которые предполагалось сделать на этом месте. Поэтому, конечно, тут надо было все это дело немножко прокурировать и восстановить все-таки тот первоначальный замысел. Работы оценили глава Самары Елена Лапушкина, глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций. Подрядчики поработали хорошо и все наши условия, конечно, выполнили. Вы видите, насколько он преобразился, насколько он стал величественней, о чем к нам обращались общественные организации. Конечно, мы его учили и это все воплотили в жизнь. У нас отмыты свечи, у нас появился новый гранит, новый камень. Мне кажется, работу прям замечательно выполнено. Рабочие отремонтировали пандус, подпорные стенки вокруг мемориала, заменили гранит, восстановили брекчью, так называется декоративный колотый камень, заменили ступеньки, ведущие к памятнику. Теперь они выполнены из гранитных и мраморных плит. Но главной изюминкой мемориала станет вечерняя подсветка, символизирующая свет сердец тех, кто помнит ушедших воинов. Виктория Шарой, Константин Головин, События. Жители города смогут принять участие в разработке концепции развития исторического поселения. Это часть города в центре Самары, где сконцентрировано большое количество памятников культурного наследия. Чтобы повлиять на концепцию и внести свои предложения, достаточно пройти опрос. Подробность расскажет Михаил Ермоленко. Самарцев приглашают принять участие в опросе по поводу развития исторического центра. Над этой концепцией сейчас работают власти города. Также продолжают разрабатывать и муниципальную программу, которая позволит изменить нормативно-правовые акты, начать реставрацию и ремонт объектов культурного наследия. Концепция развития исторического поселения Самары – это документ, благодаря которому в центре города смогут появиться новые интересные локации. Они будут привлекать как горожан, так и инвесторов. Ядром этой программы станет мастер-план. С помощью него создадут инвестиционные паспорта каждого квартала. Кроме того, будут спроектированы транспортные, социальные и инженерные каркасы территорий. Появится новая модель управления историческим поселением. Исследование мнений горожан – одна из важных составляющих в этом процессе. К соучастию в работе над этими документами, конечно, мы хотим привлечь максимальное количество наших горожан, потому что все, что мы делаем, мы делаем прежде всего для жителей Самары. Граждан приглашают принять участие в опросе «Новая жизнь старой Самары». Материалы опубликованы на официальном сайте администрации города. Очень бы хотелось узнать максимальное количество мнений, чтобы можно было принять правильно и удобно для всех решения, которые будут приняты горожанами, которые будут им понятны. Поэтому, конечно, я приглашаю всех наших земляков принять участие. В 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова восстановлением правительства области старому центру Самары был присвоен статус исторического поселения. Такое решение приняли, чтобы защитить культурное и архитектурное наследие нашего города и вдохнуть новую жизнь в развитие исторического центра. Одной из самых важных составляющих работы над историческим поселением является исследование мнения горожан и выстраивание обратной связи. Прохождение опроса займет около 30 минут. В конце анкеты можно написать предложения, направленные на совершенствование исторической среды города в свободной форме. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Повышение ипотечных ставок и рост стоимости строительных материалов. Рынок жилья продолжает колебаться. Аналитики дают различные прогнозы по ценам на следующий год. Подробности в нашем материале. Рынок недвижимости сегодня крайне неоднородный. В прошлом году цены на квартиры резко взлетели. В этом году их пытались сбалансировать, но пока они остаются достаточно высокими. В Самаре стоимость квадратного метра превышает 100 тысяч рублей даже в новостройках на окраинах. В центре города застройщики предлагают жилье за 300 тысяч за квадрат или за 160 тысяч на стадии Котлована. Если мы говорили в 2020 году и в начале 2021 года, что у нас там средняя цена по городу в районе 52-54 тысяч рублей за квадратный метр была, то сейчас мы наблюдаем эту среднюю цену ровно в два раза больше, чем это было до кризисных периодов. Это очень резкое движение. Такого резкого скачка мы не видели даже в прошлой кризисе, как это произошло сейчас. Эксперты дают разнонаправленные прогнозы по дальнейшему диапазону цен. С одной стороны, они говорят о дальнейшем росте, поскольку выросла себестоимость за счет увеличения цен на стройматериалы. Действительно, у нас цены на строительные материалы, на строительные работы выросли просто в два, но и в три раза. И назад не вернулись. Была небольшая коррекция по некоторым позициям, но в основной своей массе цены как выросли, так и остались на достигнутом уровне. Соответственно, себестоимость сейчас подросла здорово. И застройщики все говорят, что не могут они на сегодняшний день вписываться в какие-то, по крайней мере, старые рыночные цены уж точно. С другой стороны, цены должны скорректироваться в сторону снижения из-за искусственного сокращения спроса. Ипотека становится менее доступной вслед за повышением ключевой ставки сразу на 2%. Повышаются и ставки ипотечные. Если говорить сейчас об общей ипотеке, то есть не льготной ипотеке, то ставки колеблются уже от 14 до 16%. То есть это уже ставки вернулись на тот уровень 90-х годов, который мы наблюдали на заре вообще зарождения ипотечного рынка как такового. Мы прекрасно понимаем, что долго такая ситуация продлиться не может. То есть рано или поздно, конечно же, все это должно скорректироваться. Вопрос даже не на сколько, а вопрос когда это произойдет. Сколько есть времени, какой временной лаг у нашего потребителя есть для того, чтобы подкопить денег, для того, чтобы осмотреться на рынке, для того, чтобы дождаться каких-то справедливых сбалансированных цен на рынке недвижимости и тогда уже вступать в сделку. В октябре банки уже резко сократили выдачу ипотеки. Они одобрили почти 192,5 тысячи жилищных кредитов на 776 миллиардов рублей. И это на 19,5% ниже, чем в сентябре, подсчитали аналитики. При этом объем выдачи ипотеки в этом октябре все равно на 72% выше по сравнению с октябрем 2022 года. Поэтому политика ужесточения, скорее всего, продолжится. Глава Центробанка как-то вот на конференции четко сказала, что сейчас задача Центробанка сократить спрос именно на рынке недвижимости. То есть они увидели неадекватный, вот этот же такой неотипичный, неадекватный рост цен. Связали это с тем, что у нас спрос существенно превышает предложение на рынке. И, соответственно, если мы не можем увеличить кратно предложение на рынке, значит, надо кратно сократить спрос для того, чтобы стабилизировать цену. Вот на это сейчас и направлена вся политика Центробанка. Сегодня все чаще звучат предложения об отмене или коррекции льготных ипотечных программ. Это тоже приведет к оттоку потребителя с рынка. Люди, которые планировали покупать жилье, не смогли этого сделать ни в этом году, ни в прошлом, потому что не накопили достаточного количества средств для покупки квартиры по новым ценам. Ну а теперь они могут не успеть накопить достаточное количество денег, чтобы подстроиться под новые условия ипотеки. По словам экспертов, отложенный спрос на рынки недвижимости уходит как минимум в горизонт конца следующего года. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. В Самарском ДК железнодорожников прошло торжество, посвященное Дню профсоюзов Самарской области. Праздник отмечается 12 ноября. Именно в этот день, в 1905 году, появилась первая региональная организация по защите прав трудящихся. Лучших специалистов отрасли поздравили с праздником и вручили награды за активную деятельность на благо рабочих. Подробнее в нашем сюжете. Отмечают свой праздник там же, где все начиналось. 12 ноября 1905 года в Пушкинском народном доме, сейчас с ТДК железнодорожников, где и прошло торжество, собрание рабочих типографских предприятий послужило началом образования профсоюзного движения в Самарской губернии. Вскоре профессиональные союзы стали создаваться и на других предприятиях. И 75 лет назад появилась Федерация профсоюзов Самарской области. Сейчас в профсоюзных рядах региона состоят более полумиллиона человек. В честь праздника лучших специалистов области защиты прав трудящихся наградили благодарственными письмами и памятными знаками. Приветственные слова от губернатора Дмитрия Азарова зачитала региональный министр труда Ирина Никишина. Этот праздник объединяет людей всех поколений, ветеранов профсоюзного движения, которые стояли у его истоков. Действующий актив и профсоюзную молодежь, которая примет эстафету развития профсоюзного движения. Я искренне благодарю вас за активную жизненную позицию и личный вклад в развитие Самарской области. Поздравления с праздником прозвучали и от председателя Самарской губернанской думы Геннадия Котельникова. Он отметил, что когда сотрудники защищены, то и работу они выполняют лучше. Область красивая, область чистая, область убрана, область работает, несмотря ни на что. И хочу всем пожелать здоровья, всем пожелать счастья, чтобы у вас все было дома хорошо, чтобы было все на работе хорошо. Самарских коллег поздравили и специалисты Федерации независимых профсоюзов России. От этой организации за продуктивную совместную работу нагрудный знак «За содружество» получила и глава Самары Елена Лапушкина. В этот замечательный день я должен выполнить поручение нашего руководителя, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Юрьевича Шмакова, и передать вам слова поздравления с вашим праздником, 75-летием и пожеланиями успехов в вашей дальнейшей, очень нужной для людей работы. А завершилось торжество праздничным концертом. Музыкальными номерами сотрудников отрасли поздравили самарские творческие коллективы. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Сейчас трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений, но озеленение позже восстановят после производства всех работ. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой, а деревья высадят на соседних территориях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной. Театральная позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Думаю, что крайне необходимо. Сегодня настолько быстрый темп времени, что метро решит очень быстро проблему доставки на работу, доставки студентов в колледжи, в институты, ребят в школу. Действительно, очень быстрый темп времени, и метро – это будет спасение во многих-во многих ситуациях. Поэтому какие-то временные неудобства, я считаю, что нужно потерпеть. В Тольятти завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии. В нем приняли участие сотрудники подразделений полицейского спецназа отрядов ОМОН и СОБР из различных регионов Приволжского федерального округа. В течение месяца под руководством опытных инструкторов росгвардейцы изучали теорию и практику снайперского дела и отрабатывали навыки действий в различных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной служебно-боевой деятельности. Снайперы тренировались ориентироваться на местности, учились правильно выбирать позицию для стрельбы, изучали особенности маскировки во всевозможных локациях, отрабатывали навыки стрельбы в условиях недостаточной видимости. В финале участникам необходимо было продемонстрировать, чему они научились за время учебно-методического сбора. В принципе, сборы прошли продуктивно, на высоком уровне. Вопросов к проведению сборов не возникало. Цель сборов достигнута в полном объеме. В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства, которое произошло 24 года назад. Обвиняемый приехал к дачному дому, где проживал 49-летний мужчина, с которым накануне у него произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес оппоненту не менее двух ударов по голове. Затем стал бросать в потерпевшего бытовую технику, в том числе телевизор. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где скончался на следующий день. Специалисты провели эксгумацию тела потерпевшего и дополнительную медико-криминалистическую экспертизу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Самаре в Центральной городской библиотеке имени Крупской прошла презентация военно-патриотического проекта «Обыкновенные герои». Кто его авторы и нашел ли проект «Отклик в сердцах зрителей», расскажет Ксения Баканова. В Самаре в библиотеке имени Надежды Крупской прошла презентация военно-патриотического проекта «Обыкновенные герои». В видеофильме ярко показана связь времен, солдат Великой Отечественной и бойцов, кто сегодня на передовой выполняют боевые задачи. Авторы проекта – композитор Татьяна Тумбинская и член Союза художников России Александр Бондаренко. Работа нацелена на воспитание молодежи в духе патриотизма. Без знания истории, без сопричастности к тем событиям героическим, которые прошла и проходит наша страна, невозможно воспитание новых граждан, которые будут с достоинством и честью продолжать эти традиции героические, и обеспечивать защиту и расцвет нашей страны. Для гостей подготовили литературно-музыкальную программу. Исполнение песен военных лет и чтение стихов. В программе звучали произведения поэтов военного времени и современных авторов. Константина Вашенкина, Константина Симонова, Беллы Ахмадулиной, участника СВО Руслана Стоцкого и мои произведения. И удивительным образом они очень гармонично сплелись в единое целое. И они очень близки и понятны нам, живущим сегодня в 21 веке. Музыка – это сестра живописи, говорил известный итальянский художник Леонардо да Винчи. Так считают и авторы проекта. Поэтому в презентацию решили добавить немного красок, привезли картины. Именно вот эту эмоциональную и музыкальную часть мы объединили с изобразительной плоскостью, где мы показали проблемы, которые, к сожалению, касаются не только событий военных, но и вообще нашей жизни в целом. И не только у нас. К сожалению, вот здесь и беженцы, и темы, связанные с войной, с пандемией, связанные с изменением вообще человеческого внутреннего мира. Гости оценили презентацию по достоинствам. Одни просто наслаждались искусством, другие будто вернулись в прошлое. Я почувствовал, как будто я вновь на огненной черте. Потому что, когда смотришь ребят, когда слушаешь песни, и ты мысленно находишься там, это просто еще раз говорит о том, что вся страна от мала до велика вся встала на борьбу с нацизмом, с единым фронтом. Чтобы о фильме узнавали все больше и больше людей. Такая цель у авторов проекта. Поэтому было решено скопировать его на флешке. Их передали в школы, военкомат и пункты отбора на службу по контракту. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Футболисты Крыльев Советов получили вызов в основную и молодежную сборной России. Баскетболисты Самары не справились с самым титулованным клубом страны. А самарские спортсмены завоевали несколько золотых медалей на соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты Крыльев Советов Юрий Горшков и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России. Защитники примут участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды с 13 по 20 ноября в Новогорске. У россиян запланирована одна товарищеская встреча со сборной Кубы. Матч пройдет 20 ноября в Волгограде. А с 11 по 19 ноября в Беларуси сборы проведет молодежная сборная России. В товарищеских матчах с молодежной сборной Беларуси и с минским «Динамо» команде поможет полузащитник Крыльев Никита Салтыков. Баскетболисты Самары в единой лиге на выезде играли против столичного ЦСКА. Несмотря на хороший старт, уже к концу первой четверти самарцы уступали более 10 очков. Дальше игра проходила по одному сценарию. Гости сокращали разницу до 5-6 очков, а армейцы вновь делали ее двузначной. Так продолжалось до конца матча. 76-94, поражение Самары, Волжане на 8-м месте в таблице. Хоккеисты ЦСКА ВВС дома в рамках ВХЛ принимали на домашнем льду Рязань ВДВ. Долгое время соперники не могли открыть счет в матче. Зато в начале третьего периода прорвало. В течение 80 секунд самарцы пропустили, затем почти сразу отыгрались и еще раз пропустили. После этого вновь наступил безголевой отрезок вплоть до финальной сирены. 1-2, поражение ЦСКА ВВС. Летчики на 24-м месте, но от зоны плей-офф отстают всего на 6 очков. В Туле завершился Кубок России по настольному теннису на колясках в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт». Представитель Самарской области Дмитрий Чубаров стал победителем Кубка страны в соревнованиях среди мужчин «Класс 1». На втором месте спортсмен из Республики Башкортостан Дмитрий Лавров. На третьем – Оренбуржец Вячеслав Шаповалов. В Турции под эгидой Международного шашечного комитета инвалидов завершился чемпионат Европы по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из пяти стран. Представитель Самарской области Эмиль Галиев завоевал две золотые медали, став победителем в двух программах – «Классический» и «Быстрый» среди слабовидящих спортсменов. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале промышленного района напоминают, что 1 декабря – срок уплаты имущественных налогов. Уплатить их удобнее всего онлайн через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, в личном кабинете пользователя на портале госуслуги. Кроме того, выплату налога можно произвести в почтовых отделениях связи, отделениях банков или через терминалы самообслуживания. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении. В санаторно-курортные организации, расположенные в Самаре. Напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64. Проверить подлинность паспорта перед сделкой можно, не выходя из дома. В телеграм-канале Октябрьского района рассказывают, что на госуслугах появился новый сервис. Проверка подлинности паспорта, который поможет буквально в два клика узнать интересующую информацию. Подробности можно узнать из карточек, которые опубликованы в телеграм-канале. В администрации советского района прошел семинар в рамках проекта «Мой дом», говорится в телеграм-канале. Собравшимся рассказали, как эффективно управлять многоквартирным домом, а также осветили несколько ключевых аспектов. Приложение госуслуги «Точка дом». Незаменимая платформа для решения вопросов ЖКХ. Безопасная эксплуатация газового хозяйства. Напомнили, как обеспечить правильное обращение с газом в домах. Участие собственников в содержании прилегающих территорий. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова